Ну а в эту сцену я хотел бы пригласить замечательную молодую команду, которая со своими плечами имеет уже несколько игр в предыдущих сезонах. И я говорю о команде, представляющей Сургутский профессиональный колледж. Команда КВН. Мы просто команда. Встречайте! Здравствуйте, это мой младший брат Данил. А это мой старший брат Антон. И мы не просто команда, мы. И мы свиньи. И наша младшая сестра Парнина. Здрасте. Почему мы свиньи? Антон, ты забыл? Что забыл? То, что тебе мама вчера говорила. Антон, прости, ты дремный сын. Да нет, не это! Вообще! Данила, это... Это что у тебя на голове? Тебе как будто художник кисть забыл. Парнина, встань! Ой, да ладно, все, успокойся, иди сюда. Может, у тебя так поздно моих войнует. Парнина! Ой, ладно, все. В общем, на счет я нашла. Вот, бери конфеты, угощайся. Антон, бери конфеты. Антон, ну что ты как нередно это? Полина, я тебя сейчас сломаю! Что, как Антон, на Xbox сломаешь, да? А, да. Вот и отреанта. Отреанта редкостная. А еще он твои джорстики об стену сломал. Ой, Даня, ты дурак, а? Ты не знаешь, что он долго соображает? Ну, побежать. Даня, стой на улице! Слушай, ты чего вообще не будешь? Мне есть что сказать. Что? Один мудрец сказал, тот, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджигает близкие неприятности. И к чему ты это? Телеповестка в армию. Ха-ха. Вы, Полина! Я тебя с самого детства учил! Никогда не открываю дверь незнакомым мужикам! Вот именно! Когда тебе семь, я испытывала чувство страха перед незнакомым мужчиной. А когда тебе двадцать, и ты одиноко! Ты открываешь свои двери к любому незнакомцу. Что мне теперь делать? Ничего, идти в аммию. А как же моя девушка Даша? Ничего подождет! С Данилой Павловым подождет! Да не скричайся с ней! Привет, любимый! Привет, любимая! А, целуются губы. Мало растет в пол. Короче, Антон, скоро 8 марта я в бутике нашла такое платье! Оно такое красивое! Я его хочу! Купи, 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 купи! Слышишь, ты семейная реликвия? В смысле? В прямом, переходящий от брата к брату, от брата к брату. От брата к брату. Лена, ты че над Дашей наговариваешь? Потому что Даша тебе не верна. Че ты это взяла? Один мудрец пустил слух на огонение. О том, что Даша встречается с Данилом. Че? У нас с ней ничего не было. Че? Че? Мне бежать? А вообще, знаете, почему она так говорит? Потому что своей личной жизни у нее нет. Да, конечно, нету. Что конечно? С тобой мужчины только попробуют забудить и сразу тебя бросают. И так с каждым при чем? Девчихвотка! Пропик! И вообще, что ты заладила? Никогда я с ним не встречалась. Он вообще не противен. Че? Ты на себя посмотри! А ты лета, что ли? Нет, не так. Потому что я красавчик, а ты вообще никакая. Хочешь об этом поговорить? Давай поговорим. Хочешь, Антон! Бери, по-любому путят! С чего ты взяла? Ах, я такие движения, в кого с утра их делаю. Фигай себе! Так, ладно, все, ребят, давайте успокоимся, посмотрим гейт какой-нибудь. Фильм, давайте поедем гейт. Этот, как он? Люди живые! Ай, ты че, по твоей ночной болезни? Полина! И, ребятки, давайте идти. Ужасы. Точно! У холмов есть рога! Вы достали, если не встречаешься. Вообще, у нас скоро девушка будет. Я что-то с ней в ресторан иду. Антон, помоги мне. Вот, приду я в ресторан, и что мне делать? Ну, как что? Ты заходишь в ресторан, в первую очередь садится девушка, а потом садишься ты. А как садиться? Я же не знаю, может, мне вот так вот сесть? Блин, Лил, ты че как девочка? Ну, а как? Я же не знаю, может, мне вот так вот сесть? Эээ, пацан! Метуха за фуаграя пивасиком! Резко! Спокойся, а! А может, мне вообще пошутить над ней? Может, как Владимир Ильич сесть? Какой? Может, придуриваться? Ладно, я сам разберусь, только займи пять тысяч, пожалуйста. Ладно, Полина, дай там мне в джинсах пять тысяч было. Ай, я их посяла. Че? А девочки пьют, и вообще у тебя там копилка есть, можешь там оттуда деньги взять. Так я ж вам потратил уже все. Че? Че? Постаньте! Ребята, давайте чуть-чуть уже нормально покажем, а? Ведь мы не просто команда, мы зверя! АПЛОДИСМЕНТЫ И так, представьте, министра обороны СУП Зерней, Кожегенович Шойгу, на собрании у Дмитрия Анатольевича Медведева. Итак, Дмитрий Анатольевич, по военной тревоге мы подняли два военных округа Северный и Кавказский. Общая численность составила сто тысяч человек. Мы отработали маневр по внезапному нападению противника. Два полка... АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей Кожегенович, раз переби буквально секундочку, мне чисто так, уточнить, у вас отца Кожугет зовут? Да, Кожугет. Продолжение. Два полка. А следующий наш номер посвящается нестабильной ситуации на экономическом рынке. И у нас, как у сургутской молодежи, есть один главный вопрос. Ах, собары! Шестидесятого домома! А было сто двадцать! Кожуг! Теряем контроль! На сценах и вы! И сто, а сто, нет, вниз! Готовление! У моей тёльщи! Вы не понимаете, что вы видите вокруг на засладу и плачет, не тянет в виду, и вот и где-то лицо, он нашёл пенсиль, а как подорожал, мы для будущей язвы всегда оставаться сургутик не навсегда. Кто-то поможет мято от меня, скажите! Команчицинец! Команчицинец! «Теряем-под Meyer» Команчицинец! «Теряем-под Meyer» «Теряем-под Meyer» Дорогие друзья, может быть в недалеком будущем мы найдем ответ на вопрос. А вопрос задавала команда КВН, не просто команда, а СЕМЬЯ! СЕМЬЯ! Вот такими словами, дерзкими, глупыми я вам пересню. Пою. Правда, то, что старый с парень не узнает, А пусть это быстрее, ему приступает. Сядет жизнь, дыхает прямо залет, Выживую всегда во двоём, Жизнь порой невзмен, Нанесёт перемен, И запретает вселенную. Шоу! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ